Привет, мои хорошие. Мне пришла в голову одна очень интересная идея. Я смотрю YouTube, как вы все смотрите тоже, и там очень много показывают про Россию, про Украину, про то, что идет мобилизация, что люди уходят, чьи-то дети, чьи-то сыновья, мальчики уходят на войну, кто по своему желанию, кто по заставлению, по напуганию, ну в общем, по всяким причинам их туда гонят. И у меня возникла такая идея. А что, если я вот в Швеции, да, я же работаю в таком коллективе, где очень много молодых людей, мальчиков, парней работает. Но там, конечно, не шведы. У нас есть один единственный швед, и то он работает не на полную ставку, а там несколько дней в неделю, там, ну такой уже швед, знаете, ему лет, наверное, 37-38, вот такой парень. Ну, в общем, я его, конечно, спрашивать не буду, он очень какой-то такой, ну, такой угрюмый, а я спрошу наших других парней. Эти у нас парни иранцы, афганцы есть, эритреицы есть, кто там у нас еще. В общем, какие парни есть, у тех и поспрашиваю. Если получится это снимать скрытой камерой, потому что никто на камеру говорить, конечно же, не будет, то я буду снимать скрытые камеры. Если не получится, все, что я узнаю, честным образом расскажу. Сколько человек проинтервьюировало. Сейчас я еду к своему сыну, а он опять с своими детьми, да, сидит. Это кто что, а вот лысый про расческу, это я. В общем, он сидит со своими детьми, и я хочу первому ему этот вопрос задать. Что он на этом мне скажет? Давайте, давайте такой эксперимент устроим, когда я все эти запишу ответы. Может быть, это займет какое-то количество дней. Но я постараюсь быстро это сделать, если, конечно, не забуду на работе, потому что у меня тоже не очень много времени на работе, чтобы кому-то вопросики там задавать. Мы же там как бегаем, как сумасшедшие. Пойдете ли вы защищать Швецию, если вдруг на нее нападет враг? Ребята мои, зашла в магазин, купила два матрасика. 90 сантиметров в ширину, 200 в длину и 9 в толщину. Это, знаете, мне сын попросил заехать в магазин, вот в этот вот, как он называется, Юск. Юск, тут все магазины. Попросил детям купить матрасики, потому что он будет их класть на пол, и на полу они будут играться. Он купил ковры, но на коврах все равно жестко, а на матрасиках будет самое то. Купила. Каждый матрасик стоит 60 евро. Вот матрасы уже здесь на месте. Верка, Верка, Сердючка. И Альфред, Сердюк. Ой, мои хорошие. Верке, я сейчас челку постригать буду. Мама не дала резиночку, а вот теперь все в глаза лезет. И у меня нет, я не взяла с собой резиночку. Товарищи люди, вы посмотрите, он не доделал шкаф без меня. Все стоит на месте. Вот без матери ничего не двигается. Каждому мужику нужна одна женская сила, чтобы отдать пендалей. Да? А то не работает ничего без пендаля волшебного. Ладно, буду сейчас Верочку постригать. Итак, вот, берем интервью у моего сына. Он не хочет, чтобы я его снимала, но в общем, его самого снимала, но я буду снимать детей и у него спрашивать. Скажите, пожалуйста, вот он сидит, красавчик мой. Скажите, пожалуйста, вот как вот ты вот отнесешься, если тебя призовут в армию, если в Швеции случится какая-то экстренная ситуация, и тебя пригласят, или ты захочешь, или как, как это называется, по собственной воле, или по призыву. Ты пошел бы служить в армию? Я бы как настоящий швед, как борьер. Борьер и гражданин. Ну да, вот как я себя считаю, как настоящий, так сказать, швед, я бы, конечно же, не пошел в армию. Что, ты думаешь, что шведы не пойдут в армию? Нет, конечно. А кто будет за них воевать, если что? Кто будет за ними воевать? Да. НАТО. Ну, НАТО, поэтому они и вступили в НАТО, ты имеешь в виду. А тут есть армия вообще? Узбеки будут воевать за них. Да, потому что им нужно гражданство. А, ты думаешь, им пообещают гражданство? Конечно же, это очень, это, так сказать, обычный, этот, очень волный. А тут много узбеков? Узбеков нет. А в России очень много узбеков, они не идут. У меня на работе очень много афганцев, я у них тоже спрошу. Вот ты за себя ответь, ты за себя. Ты вообще не хочешь ходить, да? Ни под каким предлогом. У меня двое детей. У тебя двое детей. За что умирать? За что тебе умирать, да? За что? Да. Как его... У нас мир... Как сказать, глобалистичный. Нет такого же понятия, вот моя Родина, там, это Родина, твоя земля. Да. Да. И ты должен, как сказать, человечество уберегать, а не умирать за каких-то, которые тебя там решили, деньги пилят, а ты, как сказать... Да, ну я же такой вопрос конкретный задала. Если нападение будет? Если будет нападение инопланетян, то тогда буду защищаться. В общем, никакой серьёзности. Посмотрите на этого человека. Друзья мои, доброе утро. Уже сегодня другой день. Сейчас... И сегодня утром зятю специально позвонила с утра, пока он не уехал на работу, и тоже спросила у него. На работу пришла, как у нас, у нас там рой пчёл. Много народу, камеру никак не вытащишь и не будешь снимать. Я просто спросила. Увидела, на диване сидели два мальчика. Я подошла к ним более-менее тихо, постаралась серьёзно у них спросить. Одному парню, значит, один был парень эритреец, другой был афганец, одному 23, другому 24 года. Я у них спрашиваю, если вот такая сейчас в мире ситуация, сейчас идёт вот такое нагнетение, остановки, если вдруг начнётся война, что вы будете делать? Пойдёте ли вы в армию? Что? Какие ваши действия будут? Вы знаете, никто не берёт на серьёзность, никто серьёзно не отвечает. Все стараются шутками, прибаутками отвечать на этот вопрос. Я вообще удивляюсь. Люди что, не понимают, что ли? И начали шутить, смеяться. Ахаха, хихи. Мы, говорит, уедем. Мы сюда приехали не для этого. Я один афганец, говорит, я в Афганистан уеду, говорит, а другой, говорит, я в Аретрею уеду. Но я не знаю, никто серьёзно не берёт это. Но у меня не было много времени, чтобы конкретно серьёзно ещё с кем-то поговорить. Ну хорошо, вот вы поняли, как мой сын ответил, шутит, да? Как эти мальчики ответили. И вот сейчас утром позвонила своей дочке по снапчату, по видеоразговору. Как раз у неё муж сидел за столом и кофе пил. Я тоже кофе пью. И, в общем, я у него спрашиваю, что ты будешь делать, если вдруг будет придут... А он говорит, кто придёт? Русские придут? Я говорю, ну не важно, кто придёт, но вдруг будет такая ситуация. По телеку же постоянно по новостям это говорят, что вот готовьтесь, подготавливайтесь. Вы знаете, что он мне сказал? Он говорит, я поеду, говорит, я знаю одно место, где можно... Он на английском говорит половину, половину на шведском. Говорит, как-то я хорошо не поняла, какое-то место, я как знаю, там можно взять много денег. Я не знаю, наверное, из кассы вытащить много денег. Из банкомата, что ли? Ну, у нас же тоже лимит стоит на сколько можно денег вытащить со своего счёта. И, говорит, сразу, говорит, куплю джип и возьму тебя, мама, говорит, возьму своих двух мальчиков и уеду, говорит. Ну, говорит, конечно, жену тоже. Я говорю, а куда ты поедешь? Куда? Куда мы поедем? Он говорит, в Англию, в Лондон или в Германию. У него в Германии сестра есть. Я говорю, ну вот вы серьёзно можете? Я хочу вам сказать. Вот он, муж моей дочери, он мне тут же рассказал такую историю. Я говорю, вы серьёзно говорите? Вы пойдёте воевать или нет? Он говорит, не пойду. Не пойду ни за какую Швецию. Оказывается, он тоже задавал много вопросов своим друзьям, с теми коллегами. Вообще, с кем он общается, он тоже задаёт такие вопросы. Очень много людей тоже он работает в такой сфере, где встречается с новыми людьми постоянно. И он тоже задаёт такие вопросы. Никто не хочет воевать идти. Никто. В Швеции это даже не понимают. Почему я вообще начала это видео, решила это сделать? Потому что в ТикТоке тоже я встречала, я вам и раньше говорила, как иностранцы, инвандеры к этому относятся. Что они говорят? Потому что нагнетение идёт по телеку. Готовьтесь, там крематории новые строят, чтобы сжигать тела, кладбища новые строят, гробы для кого-то делают, колотят. В общем, я давно вам эти истории все рассказываю. Но вот сейчас такая обстановка пошла, да? Ещё, короче, градус повышается. И никто не берёт на серьёзность. Вот мы, зачем мы в НАТО вступили? Пускай НАТО нас защищает. И по телеку очень, у этого министра обороны постоянно показывает, эти тренировки показывает, как будто они ранены таскают. В общем, вот такое дело. Никто не хочет. Все думают, что это игра, что это шутки, что это где-то далеко, и что это их не коснётся. Я надеюсь, что никого нас это не коснётся, что все правители уже насытятся своё брюхо деньгами, нажрутся уже деньгами, чтобы у них из глотки, те, кто хотят войны, чтобы у них из глотки вышли эти деньги. Друзья мои, не думайте, что я такая злюка, да? Я никогда такие вещи не говорила. Но это так и будет. Так и будет. Эти деньги, которые, кому говорят же, кому война, кому мать родна, кто эти деньги там делает на этом деле, кто людей не жалеет, у них так и будет. Вот вспомните меня потом. Ладно, мои хорошие, никто не хочет воевать, никто даже говорить об этом не хотят. Это очень тяжело даже об этом говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...